Всем привет, дамы и господа! Сейчас мы будем катать в Hearthstone, а именно в поля сражений. Здесь произошли некоторые изменения на полях сражений. При Зиноволуния можно получить 25% игр. Новый герой Куртус Ливинг Пеппл. Возвращение трех героев и 9 изменений героев, 9 обновленных существ. По поводу новых героев, я видел двух новых из них. Один дракон, новый, другой богач. Я не помню, как он там называет, но у него пассивка монетки. То есть при продаже существа в следующий ход вы получаете дополнительную монетку. Вот этим персонажем я играл. И, кстати, занял я топ-2 за него. Правда, я это видео не записывал, но что ж теперь поделать. Ну, в общем, наливайте чай, наливайте кофе, сварите пельмешки. Можете поставить на паузу. Ну, и, соответственно, наслаждайтесь игрой. Если вам понравится это видео и этот канал, то будьте добры, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так вы поддержите меня. Куртус Ливинг Пеппла. О, как раз только что про него прочитали. И вот он выпадает. Пассивный эффект. Если вы завербуете трех существ за один ход, они получат плюс 2, плюс 2, а этот эффект улучшится. О, круто. Пожалуй, его я и возьму. Особенно, если сейчас будет элементали, будет вообще огонь. Элементалей можно раскручивать прям очень мощно. Кстати, вот за этого богача, опять же, я забыл, как он там называется, этот персонаж на поле сражения, у которого пассивка связана с монеткой. Я мог вообще... А, вот он, вот он, вот он, вот он. Сейчас скажу, как его зовут. Вот за него я вообще просто сыграл храбринц Голливикс. Или Голливикс. Короче, это просто бомба. Вы можете вместо... Вот у вас 10 монет, а за принца у вас может быть 20 и даже 30 монет. Это просто бомба. Так, элементалей нет, так что я, наверное, соберу... Наверное, механизм соберу. Короче, у меня получалось так, что ближе к концу, когда уже пятеро игроков вылетело, даже не пятеро, а четверо игроков вылетело, когда я вошел в топ-4 или в топ-3. По-моему, в топ-3 я сразу вышел. У меня получалось так, что у меня из-за продаж существ в следующем ходу было не 10, а 20 монеток. И потом призы на Волуния выпадают, и я выбрал обновить монетки. У меня в итоге 30 монет было. Но из-за того, что я сражался в последних раундах против Мурлока, конечно же, я проиграл, потому что Мурлоки выигрывают так, как они на ядах. Как бы сильно вы не раскручивали в ваших существ на элементалях, Мурлоков на ядах победить, ну, скажем так, очень тяжело. Итак, Пирамидон непонятно кто с ником Бро. Хе, угарный ник. Супер-слодеи РФАМ у нас на свинообразах пока. Мурлоки, Мурлоки, Звери и Демоны. Кого тут не хватает? Механизм ни у кого нет, значит, можно спокойно механизм убирать. В принципе, звери были, по-моему, да, звери? Да, звери были. Ну, все, я тогда на механизмах соберу. Ну, пока мне дают по щам, пока ничем ответить не могу. Но это мы еще посмотрим. Итак, что мы имеем? Мы не имеем ни одного нормального механизма, поэтому я бы перекрутил, чтобы у меня выпал механизм какой-нибудь. Пока что ничего годного. Бля, опять какая-то херня. Ну, или его взять, или его. Ну, наверное, возьму свинообраза и улучшу механизмы. Против меня Мутанов Пожиратель на Мурлоках. Он мне уже давал по щам. Или это... А, это не я. Я все забываю, что я не за принца играю. Это я подзабыл, что он у меня вообще не выпадал. У этого классная пассивка Пожирания. Когда он продает существо, его характеристики передаются другому существу. Это вообще просто бомба. Я за него топы занимал, за Мутанца Пожирателя. Кстати, можете этот видосик найти на канале моем. Можете поширтить, посмотреть. Я за него уже играл. Так, существо получает плюс два, плюс два. Вы кладете в руку две золотые монетки. Ладно, пусть будут две золотые монетки. Бах, бах. Так, ну чё? Ну, наверное, механизм на этот раз возьмем. Ждём следующего боя против принца на демонах. Пермидон с Араной. Вообще непонятно, что у них там. Мурлоки, опять же, свинопразовые звери. Ну, понятно, против кого я буду играть. Так, у меня 40 секунд посидеть, подумать, поразмышлять. Но я уже здесь всё нанял, так что думать тут нечего. Кстати, можете в комментариях написать, какого персонажа вы берёте на полях сражения. Вот, допустим, вам выпало два или четыре персонажа, если вы, конечно, платили за этот... Как это называется там? Ну, короче, в полях сражения можно их улучшить и получать, эти плюшки. Вот те, кто платили 2000 золотых, у них по четыре персонажа. А те, кто не платили 2000 золотых, у них по два персонажа. Короче, суть в том, что когда вам выпадает персонаж, какого персонажа вы выбираете, не думая. Напишите в комментариях. Мне будет интересно почитать. Ну, а мы переходим к следующему бою и... Это ГГ, заебись. Нехило, нехило, это он двухзвёздочный. Это как это... Блин, хреново дело. Бах, мне по лицу. Так, ну я трехзвёздочный, в принципе, можно уже нанимать армию. Так, ну пока ничего такого угодного. У меня бы механизмы, по идее, прям вообще в идеале. Вот один механизм выпал. Сейчас бы ещё оба одного выбить. Ну давай. Ага, хрен мне нарыло. Ладно, продам чунообразу и найму демона. Сейчас бы ещё оба одно существо нанять. И было бы три существа. И они получили плюс два, плюс два. И этот эффект бы улучшился. То есть, каждый раз, когда я нанимаю более трек-существ, я так понимаю, эта пассивка улучшается. Пассивка последняя битва. Против меня Иллидан на Мурлоках. Двухзвёздочный. Нашёл один триплет и сделал серию побед. Одну серию побед. Пермидон и Принц. И Мутанус. Вот, три лидера. У которых, конечно же, серия побед. Ну, ни одного триплета, что самое интересное. Ну, а Рана один триплет. У Лидана триплет. У Рено триплет. И у суперзлодейра Фаама триплет. Ну, у меня, соответственно, нет триплета. Блин, неужели опять поражение? Да вы чё, серьёзно, что ли? Бляаа, ну и жесть. Ну и жесть. Ну, блядь, чё поделать. Три, пять, шесть. Охуеть, десятка, да, она получилась. Ебать. Я рискую такими темпами вылететь очень скоро. Бля, я не люблю проигрывать. Я не хочу проигрывать, я хочу результат показывать. Какого хрена вообще? Так, ну, наконец-то, механизмы подъехали. Что мне сделать-то? Улучшить? Кого бы не улучшить? Ну, пусть его. Один фиг пока он будет у меня в колоде. О, ну, отлично, ещё один выпал. Ещё бы одного нанять, был бы вообще огонь. Ну, трёх в случае это довольно проблематично нанимать. Можно, конечно, просто набирать, но я считаю, просто набирать солянку, это бесполезно. Я лучше механизм наберу. Итак, против меня сейчас будет суперзлодей РФА на свинобразах с одним триплетом и двухзвёздочным. Ну, уж его-то я уж должен нагнуть, в конце концов. Если я и его не нагну, ну, я думаю, это маловероятно. Так он хлопотал от Пермидона, он схлопотал от Принца. В принципе, я тоже ото всех подряд. И даже чуть больше схлопатывал, как он. Ну, посмотрим. Мне кажется, у нас с ним должна быть равная колода. Я, конечно, надеюсь на победу, так как я вообще в полях сражения проигрывать не люблю, потому что я, если честно, завис на рейтинге 4200-4400. То есть я постоянно то поднимаюсь, то падаю, то поднимаюсь, то падаю. И вот так вот туда. Блять! Серьёзно, нахуй! Простите, без мата здесь вообще никак. Я что, опять въёбываю? Да как так-то, блять? Это что за хуйня, блять? Я не понимаю, нахуй. Е-е-е-е-ба. Пизда, блять. Ну, походу я вылетаю. Пиздец Это полный пиздец Еба Еба Ну пока живу еще Охереть У меня что самая худшая колода Вы у меня хотите сказать что ли Пиздец полный Вот это я показал Результат называется Блять Просто охуительно Блин ну это конечно Это просто жесть Ну я бы нанял его конечно Ну короче как я понял Это самая худшая игра Которая у меня вообще была на полях сражений Потому что вылетать самым первым Ну это позорище если честно Ебать Я в шоке короче Я просто в шоке Хотя сделал все по феншую Чего не так Непонятно Принц король Достоин своего трона Ну что Или это последний бой Или Ах ты жучара Он тоже решил на механизмах собраться Ну теперь понятно И еще один на меха А я думаю что там мне не очень много мехов Выпадает Хотя на самом деле у меня с механизмом сейчас были менее Ну понятно короче Переметнулись они черти Ну Блять это поражение Все ребят Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И всем до скорых встреч Это ГГ Есть здесь конечно Маленькая вероятность победы Но она Блин Очень мала Если честно Здесь скорее всего Меня сейчас нагнет Да Все ребят До свидания Не забудьте лайки Поставить Чтобы поддержать мой канал Ебать Я первый вылетел Охуеть Блять Я так Я так хуево еще не играл Это полный пиздец Охуеть Опять я отлетел Только Вчера сутку поднял Из-за того что второе место занял Еще сапете Упал Носука АААА Блять Ха Ха Ха